Дом под свистящими пулями в 41-м и 20-летняя Мария. Ныне Мария Петровна, ветеран войны, труда, живет в деревне Новоселово, а войну встретила в Лучинском. Но беда везде на одно лицо. Только сели обедать, и вот они идут. Идут. Ой, их тучи темные. Не могу даже рассказывать. Мои все ушли, побежали на улицу. А я так испугалась, я в подполе полезла. Сижу в подполе, они кругом, у нас печка так вот посередке была, русская. Они посреди печки, вокруг печки. У них подковы на сапогах. Они слеп, слеп, слеп. Думаю, сейчас как откроют, и меня здесь прикокошивают. К вечеру пришли, нас выгнули из дома. Курс всех обобрали, а мы уселись в окопу. Выгнули такие, пришли немцы, что вот есть зверюги такие. Страшно смотреть на них было. В эту ночь они отступали. И сожгли. Наш дом сожгли. И естественный дом сожгли. Мы вылезли. Все горит, все горит, все горит. Ну, так вот остались все безо всего. Здесь было нечего, конечно, все обобрали. Все выгребли до чистого. Ну, картошка осталась горелая одна. Немцев из Подмосковья выбили. Но до конца войны было еще ох, как далеко. И здесь, в тылу, продолжали воевать на трудовом фронте все, кто мог работать. Посылали дорогу чинить. Это под Давыдовским. Потом вот под монастырем. Мы чинили дорогу. У нас трое было из деревни. Копали, копали, бордавали, все делали. Как выжили. Как хватило сил на все. Одному Богу известно. В 43-м вышла Мария замуж. Раненый вернулся с фронта жених. И День Победы уже встретили вместе. В новом доме. Бежит, бежит, бегом прям бежит. И говорит, День Победы, война кончилась. Там столько радости было. Столько слез было. После войны работала на кирпичном, 30 лет отдана больнице, воспитала двоих детей, внуков. Дом, как игрушечка, занавесочки крахмальные, печка, хоть на выставку, еще и тыквы-великаны выращивать умудрялась. Она, старшая из детей в своей семье, было еще двое малышей. И это счастье, что уцелели в войну все.